Слава Богу, братья и сестры, по милости Божьей мы с вами еще живы и не исчезли. И мы только что пропели вот этот псалом, где «Все скажи Иисусу». Знаете, как хорошо, что у нас есть эти молитвенные служения, когда мы можем с вами прийти в Дом Божий, мы можем раскрыть свое сердце перед нашим Господом, все наши переживания, тревоги, все наши, может быть, тайны какие-то, мы можем это принести перед Господом, потому что мы верим, что Он слышит, и Он отвечает. Слава Богу! Знаете, вчера у нас было молодежное общение на этом месте, и когда побываешь с молодыми людьми, то как-то чувствуешь себя молодо. Я вспоминал, уже домой ехал, вспоминаю, помню, момент был такой в моей жизни, вот когда я в школу ходил, и помню, что вот когда мои соверстники общались со старшеклассниками, то все говорили, о, они уже как бы, уже хоть они и сверстники наши, но они уже другие, они уже, вот они уже повыше, вот они уже общаются с старшеклассниками, они уже повзрослее, как начали бы повставали. И я себе думаю, а когда мы приходим в Дом Божий, когда мы общаемся с Божьими людьми, когда мы общаемся со святым народом, мы вместе молимся, то ты как-то себя чувствуешь по-другому. Когда человек, он уходит куда-то в мир, где-то он общается, там может быть по работе, такие обстоятельства, что он не может уйти от людей, но он находится среди неверующих людей, то он себя чувствует, как это говорится, есть такое выражение, как начало белого ворона, он не такой, как все. А когда ты приходишь в Дом Божий, когда ты знаешь, что здесь имя Господне прославляется, здесь мы вместе молимся, то ты знаешь, что я пришел в правильное место. Слава Господу! И Господь, Он отвечает, и мы верим тому. Я буду читать два места священного Писания, и мы будем с вами молиться. Первое место это Псалом 145. «Хвали душа моя Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив! Буду петь Богу моему, доколе есть! Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения! Выходит дух его, и он возвращается в землю свою, и в тот день исчезает все помышление его! Блажен кому помощник Бог Яковлев, у кого надежда на Господа Бога его! Сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность! Творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим, Господь разрешает узников! Господь отрезает очи слепым, Господь восставляет сахбенных, Господь любит праведных! Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает! Господь будет царствовать вовеки! Бог твой сион в род и род! Аллилуйя! Здесь автор этого псалма говорит довольно очень и очень интересные слова. В первом же или втором же стихе, где он говорит «Буду восхвалять Господа, доколе жив». Знаете, это довольно серьезный аргумент, потому что человек однажды в своей жизни понял, что пока я живу, пока Господь дает мне жизнь, я буду восхвалять моего Господа. Несмотря на обстоятельства, несмотря на то, что в моей жизни происходят какие-то бури, тревоги, какие-то войны, что бы то ни было, он решил в своем сердце, что я все равно буду восхвалять моего Господа. И далее дополняет свои слова «доколе есть». То есть «доколе я буду жить, доколе я буду ходить, доколе я буду разуметь, я буду воздавать хвалу нашему Господу». И далее он дает такой как бы итог, говорит, что «не надейтесь на князя, не надейтесь на людей, на сына человеческого, потому что человек он сегодня есть, а завтра его нету». И как он здесь говорит, что возвращается все в его землю. То есть умер человек, и даже все, что он говорил однажды, все, что он думал, как здесь написано, помышление его, оно все исчезает. Но далее псалмопевец говорит, что блажен, то есть благословен тот человек, которому сам помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его. Знаете, это тоже довольно серьезный аргумент жизни псалмопевца, потому что сказать такие слова – это нужно пережить Божье благословение, это нужно пережить его в своей жизни, это нужно было пройти с ним и трудности, и скорби, и благословения пройти, и хорошее пройти с Господом. И только тогда человек, он может сказать, что действительно оно так и есть. Действительно, я могу положиться на моего Бога, и я буду его хвалить на протяжении всей своей жизни. И далее он говорит, почему он так делает. Потому что, говорит, он сотворил небо и землю, он сотворил море и все, что в них, он вечно хранящий верность. Вот это ключевое такое слово, что Господь наш, он не изменяется. Слово Божье говорит, что он вчера, сегодня и во веки тот же. Если Господь сказал, что он любовью вечной возлюбил тебя и меня, и потому он простер к нам свое благоволение, то его слово остается твердым. И мы знаем с вами, что действительно Господь, он доказал свою верность для нас, людей, когда он отдал Сына Своего Единородного, который пришел на эту землю, который умер за твой и мой грех, чтобы мы с вами сегодня были не просто народом, не просто людьми, но чтобы мы могли быть Божьим народом. Слава нашему Господу. Господь, он далее говорит, это тот Бог, который творит суд, справедливо суд творит, он дает хлеб алчищему, он разрешает узников, то есть он дает этим людям свободу, он отверзает очи слепым, Господь восставляет сахбенных, Господь любит праведных, Он хранит пришельцев, то есть много можно приводить сегодня примеров. И ярким для нас примером является книга «Послание к евреям», 11 глава. Это глава веры, где много есть примеров о мужах и о женах веры, и там написано, что Господь делал с этими людьми в свое время. И много можно говорить на эту тему, и я думаю, что вот этот псалмопевец в свое время тоже пережил определенные какие-то переживания, где он написал такой благословенный псалом, где он ободряет сегодня каждого из нас, где мы можем действительно посмотреть на его жизнь, посмотреть на его слова и сказать, «Господи, а действительно, кто мне сегодня поможет? А куда я сегодня укроюсь от лица Твоего? Ведь Ты все знаешь и Ты все видишь». И поэтому, дорогие братья и сестры, нам очень и очень важно, чтобы мы понимали, что Господь, Он есть, Бог живый, слава Господу. Человек, он может быть сегодня, а завтра его Господь заберет. Сегодня может быть кто-то каким-то царем, а завтра этого царя уже нету, и его слово, оно тоже уходит вместе с ним. Читаем еще одно место Священного Писания и будем молиться. Это книга пророка Захария, 8 глава, 14 стих и ниже. «Ибо так говорит Господь Саваоф, как я определил наказать вам, когда отцы ваши прогневляли меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил, так опять я определил в эти дни саделать доброе Иерусалиму и дому Иудину, не бойтесь. Вот дело, которое вы должны делать. Говорите истину друг другу по истине и миролюбно судите у ворот ваших. Никто из вас не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь. «И было ко мне слово Господа Саваофа, так говорит Господь Саваоф, пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост девятого, все делается для дома Иудина радостью и весель, и веселым торжеством, только любите истину и мир». Так говорит Господь Саваоф, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут «Пойдем помолимся лицу Господа и взыщем Господа Саваофа». И каждый скажет «Пойду и я». И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваоф, будут одни, возьмутся десять человек и всех разноязычных народов, возьмутся на полу Иудея и будут говорить «Мы пойдем с тобой», ибо мы слышали, что с вами Бог. Слава Господу! Господь однажды проговорил через пророка Захарию весьма интересное слово, здесь такое обетование говорится, где Господь однажды сказал, что как было то время, когда говорит «Я изрекал то слово, что я буду вас наказывать, потому что отцы ваши, они ходили не вслед за мной, они ходили вслед за вот этих разными идолами, разными богами поклонялись, и Господь в свое время изрекал, что будут наказаны за это народ Божий, и это действительно так и было. Но пришло время, когда Господь сказал, что «Я опять хочу сказать вам некое слово, и я его не переменю», говорит Господь, что «Я определил сделать доброе, доброе для Иерусалима, для израильского народа». И далее Он говорит такое слово, что «Придет то время, когда народ начнет искать Меня», что говорит «Придет тот момент, когда даже из язычников придут люди, и они будут говорить, что «Пойдемте вместе и помолимся Господу, потому что мы слышали, что с вами Господь». И я думаю над этими словами, что как сегодня важно, чтобы мы сходились на это место, и мы действительно понимали, что мы с вами не просто люди, но мы являемся народом Божиим, мы искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа, и потому Господь благословил нас, Он собрал нас на этом месте, и потому, читая Слово Божие, мы можем сказать, что «Господи, а действительно так и есть!» Мы некогда были чужими, некогда не народ, но однажды Ты пришел, и Ты принял нас, Ты усыновил нас, Ты дал за нас эту великую плату, и Ты умыл наши одежды, слава Богу! И теперь мы можем вместе сказать, что действительно, мы приходим к лицу Господа, и мы ищем. Но знаете, что здесь написано, что будет тот момент, когда Господь говорит, что «Вы будете пуститься!» И довольно часто здесь Он говорит, будет пост и в четвертом месяце, и в пятом, и в седьмом, и в девятом, говорит, будет пост, но этот пост, он не будет тягость. Этот пост, он будет как бы в радость, оно будет как веселое торжество. И я думал этим словом, что, Господи, обычно, когда люди постятся, когда люди, они ищут Твоего лица, то они как-то скорбят, они как-то переживают, они как бы более пребывают в молитвенном состоянии, они более не употребляют никакую пищу, и оно порой даже тяжело нести такие посты. Но Господь говорит, что придет такой момент, когда это будет для вас как веселое торжество. Это именно тогда, потому что Господь, Он любит каждого из нас. Когда Дух Святой придет, и Он наполнит каждое сердце, когда Господь даст вот это хорошее желание, то люди будут просто с радостью бежать в Дом Божий. Люди будут искать Его лицо, и оно не будет им никакую тягость, но это будет для них легко, потому что Господь будет пребывать на этом месте. Слава нашему Господу! И пойдут, говорит, жители одного города к жителям другого города, и скажут, пойдемте, помолимся лицу Господа, и взыщем Господа. И каждый скажет, пойду и я. Слава Господу! Какое хорошее желание, знаете, какое хорошее такое обещание Господу, что Господь, а я хочу искать Тебя, а я хочу приближаться к Тебе, несмотря на все, что происходит в моей жизни, несмотря на какие трудности или переживания, это будет хорошее благословение, потому что Господь, Он даст это желание в каждое сердце. А как сегодня много людей, они совсем забыли Бога, они совсем не хотят к Нему идти, они ищут какие-то разные о себе отговорки, у них какие-то планы, у них жизнь вся вообще запланированная, и порой человек говорит, что мне некогда даже в церковь пойти, а сегодня мне нужно пойти поле посмотреть, а завтра мне нужно пойти дом приобрести, или я купил воло в себе, мне нужно пойти их испытать, а третий вообще говорит, а я женился, мне надо вообще уезжать куда-то. То есть мы знаем, что об этом говорит Слово Божие, что будет такое время, когда люди, они будут весьма и весьма озабочены, будет во что, как бы какой-то вроде бы хороший экскьюз не пойти в дом Божий, но с другой стороны, Господь говорит, что это то время, и время опасное, потому что мы не знаем, когда придет Господин, мы не знаем, когда Господин вернется, и Он спросит с каждого человека, как ты нес свое дело, то, что Я тебе поручил, а что ты делал в своей жизни? Если ты был сегодня обольщен тем, чтобы обогатиться, если ты был обольщен той мыслью, чтобы сегодня поездить по всем местам, увидеть мир, то ты можешь быть не на правильном пути. Я как-то встречал одного человека, он некоторое время жил здесь в Айдахо, но мы его знаем еще с Калифорнии, когда мы в Америку приехали, то этот человек, я не знаю, в каких штатах он еще не бывал, и он как-то пришел ко мне в офис, оформлял машину, и говорит мне, а ты куда любишь ездить? Я говорю, да как-то мы не сильно и разъезжаем, мы больше любим по месту быть, мы не сильно такие путешественники, он мне как начал говорить, да я, говорит, на всех курортах уже побывал, на всех пляжах, какие хоть острова уже повидал, и у меня кругом есть друзья, и у меня кругом есть знакомые, и меня принимают кругом, и я такой счастливый, и я такой благословенный. А я думаю, и разве в этом счастье? Разве в этом сегодня благословение, что ты побывал во всех частях мира, даже если ты побывал с такими великими людьми, и ты с ними и сидел за одним столом, неужели в этом благословение? Этот человек долго и в Айдаху не пожил, что-то ему не понравилось и поехал куда-то далее. Я думаю, Господи, а неужели вот это мирское, вот такое, что тянет, неужели оно может быть больше, чем Твоя любовь? Неужели оно может быть более, чем пойти, как здесь написано, в Дом Божий, и помолиться, и попаститься, и призвать имя Господне? А знаете, как много такого, как бы люди такие приходят, и ты порой думаешь на них, и порой даже приходит такое сомнение, как у Саваофа было свое время. Дорогие братья и сестры, нам нужно сегодня бодрствовать, нам нужно сегодня смотреть, а как мы ходим перед нашим Господом, а как мы служим нашему Господу. Совсем недавно тоже такая весть пришла, что вот один молодой парень, который был в репцентре, прошел этот репцентр, вроде бы уже он, уже свободился от этого греха зависимости, вроде бы все в его жизни наладилось, вроде бы все нормально, поехал домой проведать свою семью, и там он оступился. И там он опять попробовал этот наркотик, но это уже оказалось его как бы фатальная такая последняя минута жизни, и он просто умер от передоза. Я думаю, Господи, а почему как-то в нашей жизни вроде бы мы проходим какие-то бури, вроде бы мы проходим какие-то переживания, трудности, и мы так близко к тебе становимся. Но как только в нашей жизни все налаживается, все встает на свои места, вроде бы все хорошо, вроде бы я уже не имею проблем с этим грехом, вроде бы я как бы верен Господу, но как тут враг подходит, и он опять начинает искушать. И молодые люди, они оступаются, и они опять падают, и к большому сожалению много уже таких случаев, когда они просто умирают. Я думаю, Боже, помоги сегодня нам, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы искали Твоего лица, даже когда в наше время, в нашей жизни все хорошо, чтобы мы брали вот эти посты, чтобы мы все равно приближались к Тебе, Господь, чтобы мы слышали, что где-то кто-то ищет Господа, где-то хочет приблизиться к Господу, и мы могли Ему тоже сказать, и я пойду вместе с Тобой, потому что там народ Божий молится, там имя Господне прославляется, слава Богу. Давайте в этой молитве мы воздадим Ему хвалу, и мы поблагодарим Его за это время благоприятное, время хорошее, когда Господь дает нам возможность прийти в Дом Божий и благословить Его, слава Богу. Аминь. Слава Богу, народ Божий. Знаете, мы пришли на это место, и мы бачим уже, что Господь, что Дух Святой, Он касается, что Господь, Он что-то делает с нами, Он дает нам радость, мы исполняемся Духом Святым, и мы видим, что Господь имеет какое-то дело, и с каждым из нас, Он работает, Он забокится, и Он свидетельствует, что ты, я, мы, мы Его дети, а мы надлежим Ему. Поэтому я хочу прочитать пару мест из Библии и выложить одну мысль. Первое место будет глава Матфея, глава шестая, с девятнадцатого стиха. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где вори подкапывают и крадут. Не собирайте себе сокровищ на небе, где и моль, и ржа не истребляют, и где вори не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око, и так если око твое будет чисто, и все тело твое будет светло. Я хочу, чтобы мы вырекли внимание больше на этот стих, светильник для тела есть око. И так если око твое будет чисто, то все тело будет светло. Сейчас мы видим Что весь мир Множество народа Сейчас сильно есть атака Атака через глаза Атака через эти телефоны Через интернет И множество другое И знаете Из Писания С самого раннего времени Оно нам говорит В светильных для тела есть око И так если око твое будет чисто То все тело твое будет светло Мы смотрим с самого начала С самого начала мы смотрим Здесь говорится Собирайте себе сокровища То что на небе А не то что на земле Собирайте сокровища То что на небе А не то что на земле Ибо где сокровища там будет И сердце ваше Если мы смотрим Если принять это в образ человеческий Если принять что вот человек который собирает себе сокровища, который живет жизнью и у него есть свои стремления, у него есть свои намерения. И знаете, многие люди есть сегодня, что они собирают сокровища на земле. Они заботятся о своей жизни, они заботятся о этом всем. Но Слово Божие говорит, не собирайте себе сокровища на земле, но собирайте свои сокровища на небе, ибо где сокровища там и сердце твое будет. И дальше напишет, святильник для тела есть око. Сегодня на что ты, брат, я, мы смотрим у жизни нашей, на что мы ищем, на что наши намерения они направлены на взор, на взор внутреннего сердца, там и будет твое сокровище. Если глаза твои внутренние, глаза твои духовные, если глаза твоего сердца, оно будет направлено на этот мир, то, что находится в этом миру, на сокровище этого мира. Знаете, если око твое будет нечисто, то все тело твое будет нечистое. Но если твой взор, твои глаза, они направлены на небесное, на Бога, то оно будет чистое, твоя жизнь будет благословенное. Знаете, если мы смотрим самого Старого Завета, не Моисея, место это не буду читать, но мы смотрим на Моисея, когда он идет на эту гору Синай, знаете, Израиль, он трепещет, по гору она демит, молнии бьют, зеленые трясения, и многое другое, и он сходит из этой горы, и Израиль говорит, не говори с нами, Господь не говорит с нами, но ты говоришь с Господом, передавай нам назад. Мы смотрим на Моисея, он смотрит на этот образ, и когда он возвращается к Израилю, его лицо, оно сияет, он берет это покрывало, покрывает свое лицо, потому, что он смотрел на образ Господа Всевышнего. Знаете, и мы смотрим на этот момент, и мы смотрим, что когда он смотрел на образы Божьей, лицо его, начало сия, и знаете, когда мы смотрим на образ Господа, когда мы смотрим на Иисуса Христа, знаете, наша жизнь, она преображается, она начинает сиять, Господь уходит, нашу жизнь, и дает благословение, потому, что мы стремили наше сердце, наши глаза на Него. Смотрим на Израиль, он идет, идет по этой пустыне, он идет, Моисея ведет, и им было сказано, смотрите, ночью у вас будет сопряжаться, это стоп огненный, а днем это будет хмара. И знаете, Израилю была дана такая задача, смотри, наблюдайте, за этим стопом, наблюдайте за этой хмарой, когда он становится, тогда вы становитесь, когда он идет, то вы собираетесь, идите за ним, вы наблюдайте, наблюдайте за этим стопом, наблюдайте, наблюдайте, держите свой взор на Божие, держите свой взор на Иисуса Христа. Знаете, те, что отставали. Написано, те, что отставали от Израиля. Амалик подходил сзади, поражал. Почему? Потому что они киряли. Потому что они киряли. Киряли, они отставали от этого огня. Амалик, враг, подходил сзади, он поражал. На время я прочитаю это место И как Моисей вознес змею в пустыне Так должно вознесено быть сыну человеку Дабы всякий верующий в него не погиб Не имел жизнь вечную Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал сына своего народного Дабы всякий верующий в него не погиб Но имел жизнь вечную На этом мы смотрим Как Моисей вознес эту змею в пустыне На это время Моисей взял эту змею в пустыне Он вознес и сказал Если у тебя вкусит какая-то змея ядовитая Ты посмотришь на эту змею И ты останешься живой И написано там Кого змея вкусала Они смотрели на этот образ змеи И они оставались живы У них была задача Что посмотреть на эту змею И тут написано дальше И как Моисей вознесет Так и сын Сын Божий Что мы смотрели на этот образ Что когда змея какая-то вкусит Что было в нашей жизни исцеление Что было в нашей жизни Жизнь Что было в жизни неблагословения А те, кто не смотрели на этот образ, кто не смотрел на этот образ, они вмирали. Брат, сестра, держи свое зрение на Господа. Смотри на Иисуса Христа. Смотри глазами своими. Смотри сердечными глазами. Смотри духовными глазами, что ты имел этот взор и держал его пред собой. Потому что от него приходит жизнь. Другой момент мы видим, когда ученики отправлялись на другую сторону, и настал сильный стром. Они боялись, но они видят, что Иисус идет по воде, они испугались. Знаете, один ученик Петр, я прочитаю это место, Петр ему в ответ сказал, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал, Господи, спаси меня. Иисус в тот час простил руку и подержал его, и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? Мы видим Петра, он видит Иисуса Христа, он смотрит на Иисуса Христа, он говорит, Иисус, повели мне идти. Иисус говорит, иди, я повеливаю тебе идти. Но Петр, он берет шаг, он смотрит на Иисуса, берет шаг за шагом, и он начинает идти по этой воде. Но дальше что-то случилось. Написано, он повернул, он увидел этот ветер, он перестал смотреть на Иисуса Христа, он у сердца пришел страх, и он начал сомневаться и начал тонуть. Когда он опокирал этот взор, когда он перестал смотреть на Иисуса Христа, он начал тонуть. Сегодня мы, христиане, мы должны держать на взор на Иисуса Христа. Мы должны, мы, чтобы иметь сегодня, я хочу получить какую-то силу, ты должен смотреть на Иисуса Христа, чтобы получить какое-то исцеление, ты должен держать свой взор на Иисуса Христа, чтобы пройти эту жизнь, эту бурю, ты должен смотреть на Иисуса Христа. Он есть твое исцеление, он есть твой путь. В другом месте написаны такие слова. И до ныне, когда он читает Моисея, покрывало лежит на сердце их. Но куда обращаются к Господу? Куда это покрывало стремается и Господь, есть Дух, и да Дух Господень там свобода. Мы же всем открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы, как от Господня Духа. Мы же всем открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Мы смотрим на это Писание, он говорит, что это покрывало, когда Моисей положил, но когда мы смотрим на Господа, когда мы взираем на Иисуса Христа, тогда этого покрывало снимаемся, и мы начинаем видеть Божью славу. И эта слава, она начинает касаться каждого из нас. Она дает перемену, она дает исцеление, оно дает преображение. А преображение в христианскую жизнь, преображение в духовную жизнь, преображение, что Дух Святой, Он дает свободу. Когда мы смотрим, когда мы обращаемся на этот взор, когда мы смотрим на Иисуса, когда мы смотрим на Господа, когда мы наши цели, наши сердце, оно направлено на Бога. Мы смотрим еще на Новое Писание Даниилу. Написано про Даниила. Что Он каждый день, три раза на день, Он открывал свое окно. Он открывал окно в сторону Иерусалима. И Он молился. Он имел свое накрывание. Иерусалима. Иерусалима там Господь нас поставил. Иерусалима, как же Господь на Риме был. Иерусалима я вспоминаю, я молюсь, я взираю в мое намерение, о Боге. Я не забыл Его, я размышляю, мой взор, как я на этом месте далеко, но мой взор все равно направлен и на Господа. Каждый день Он смотрел. Даже когда поставил указ, не молиться другому Богу, не загнусь в дот, да наил, Он стоит на коленах, Он смотрит на Господа. Он смотрит на славу Господню, Он молится, Он взывает. Никакой лев не мог снять взор Даниила от Господа. Никто не мог снять этот взор Даниила на Господа. И в конце Господь дал всем знать, в конце Господь дал знать, что это дитя Бога. Никто не имеет права касаться Его. Мы должны сегодня смотреть на Господа. Мы сегодня должны у каждого утра вставать. Боже, я хочу увидеть Тебя сегодня. Я хочу, вот и проявлял, проявлял не то, а к моему сердцу, а к моему разуму. Я хочу увидеть Тебя в жизни. Я хочу встать и следовать за Тобою. Я хочу увидеть Твою славу. Я буду искать Тебя. Я буду смотреть на Тебя. Я буду смотреть сердцем, разуму, молитвы. Я буду смотреть на Тебя. А ты дьявол. Он употребляет все сегодня усилия. Он употребляет все свои усилия, чтобы снять твой взор на Господа. Он кидает всякие интернеты. Он кидает всякие искушения. Он кидает всякие вещи. чтобы снять твой взор от Господа. Мы смотрим на Онорема Ева. Она пришла, и вот дьявол начал к ней говорить. И она начала смотреть на это дерево. Она начала смотреть, и я прочитаю это место. И увидела же, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и возделено, потому что дает знания, и взяла плодов ее, и ела, и дал ее также мужу своему, и он ел. Мы смотрим на дьявол, он как раньше, он старается. Он старается, чтобы ты смотрел на какую-то другую вещь, но только не на Господа. Он старается отвлекти тебя от Господа. Он старается, чтобы ты покерял этот взор от Господа. Но если мы будем смотреть на Господа, если мы будем смотреть на Иисуса Христа, там наше исцеление, там это есть наша победа. Сейчас мы станем на колени, и просто возьмем, назовем Господу, и попросим, помоги Божьей. Всегда будьте верным Тебе. Помоги Божьей. Всегда искать Тебя и видеть Тебя в нашей жизни. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok